Всем привет, с вами Синг, давненько не виделись. И хочу начать видео с извинения и переобувки. По всем признакам, по всем, рап выглядело как лютейший скип. Проходная эрудиция для чистого вымысла и иллюзии конца, что-то типа этого. Я даже не буду говорить о сюжете, который раскрывает рапу с неожиданной стороны. Первый же заход в зеркало кардинально изменил мое мнение о персонаже. Сделано это на Е0 рапе, правда сигной, но зато Жуан Мэй без эйдалонов и без пушки, да и остальные ребята в пати ничем особым не балуют. Баф зеркало тоже имеет немаловажное значение, но это мы отдельно обсудим чуть позже. К чему я веду? Если вам хочется вкатиться в пробой мету, но не нравится светлячок и бутхилл, рапа шикарный вариант, но с энным количеством подводных камней. В кое-то веке хочу немного поговорить про механики. Начнем с ульты. Она переводит рапу в особое состояние и сразу же дает один дополнительный ход. Форма печати безбожно бафает пробитие и его эффективность, а также усиливает базовую атаку. Поэтому эту кнопочку придется максить. Каждый раз, когда мы пробиваем полоску, рапа получает заряды. Отображаются они под портретом и от них зависит урон девочки. Чем больше зарядов, тем больнее мы бьем. Только вот после третьего выстрела они сбрасываются. Пробитие элиток и боссов дает два заряда и энергию за счет допспособности. Внимательный зритель скажет, мол, Синг, если в следующем зеркале не будет бафа на псевдоуязвимость, то эффективность рапы резко уменьшится. И с этим тяжело не согласиться. Ммм, вот было бы классно, если в игре появился персонаж, который дает противникам псевдоуязвимость. А если бы он еще был красивой девочкой, которую мы хорошо знаем? Нам только и остается надеяться на прозорливость разработчиков, которые захотят бафнуть рапу и бутхила. Это, конечно, только мысли и догадки вслух. Правда, если вдруг появится такой персонаж, напрашивается вопрос, кого он будет выселять из пробой пачки. Магическим образом у рапы есть встроенный модификатор супер пробития. Думаю, вы понимаете, для кого это плохая новость. А последняя допспособность мотивирует искать процентную атаку сразу же после скорости и пробития. Ниндзя-техника тоже радует, особенно если у вас на слоте Сустейна Линша, а не Галлахер. Пару слов об Эйдалонах. Опять же, рапа прекрасно работает на Е0, но это редкий случай, когда буквально каждый Эйдалон полезен. Про игнор защиты Риген Энергии говорить не стоит, все понимают важность. Едва хорош, но пушечную разницу вы будете ощущать только в сценарии, когда остается один противник. А это не самая распространенная ситуация. В последнее время разработчики стали делать нормальные четвертые Эйдалоны. 12% скорости всей команде это очень здорово, а вместе с Жуан Мэй это уже 22%. И можно изучать разнообразные переломные точки скорости для команды. Или вкладываться в урон. На шестом, как обычно, чудовищный баф. Перманентные 5 стаков в любой ситуации это очень много. Пиковые 15 стаков, отвал всего. Но если уж говорить об инвестициях, наибольшую стартовую прибавку даст Сигна. Эта пушка дарит море статов, энергии и божественную ротацию. Ни один конус даже рядом не стоял. В гатче есть неплохая альтернатива. Но это относительно свежий конус, который не все могли настакать. Да и проигрывает он Сигне порядка 20%, а это много. Самым фритуплейным вариантом остается пушка из виртуалки. И то только потому, что мы можем относительно просто получить все 5 пробуждений. Говорят, ради ранней ульты берут конус сервал, но... Мех. Имха, если тащите рапу, почти обязательно крутит Сигну. Это слишком хорошее оружие. В плане реликвий планарок и статов я вас ничем не удивлю. Кавалерия и талия два ультимативных варианта, которые будут хорошо работать всегда и везде. Вор альтернатива кавалерии, но заметно уступает. Фонарь будет лучше талии против огненной уязвимости, но хуже во всех остальных ситуациях. И не забываем, что четыре части кавалерии шикарно работают с первым эйдалоном, если вы вдруг его вытащили. С балансом статов тоже никаких сложностей. Стараемся выйти на 160 плюс скорости под бафом Жуан Мэй, а все остальное вливаем в пробой и атака. У меня при 152 скорости получилось собрать только 189 профильного стата, но как вы успели убедиться, рапе это не сильно помешало. Еще один вопрос для дискуссий это веревка. После тестов я не увидел особого смысла в регенерации энергии. В зеркале бои слишком короткие, чистый вымысел дефолтно заточен под персонажа, как и иллюзия конца. Но повторюсь, персонаж зависим от своего сигнатурного оружия, которое закрывает статовые и энергетические проблемы. Про будущее рапа я уже все рассказал, да и в комментариях люди пояснят мой эзопов язык. Лучшая пачка на данный момент выглядит так. Извините, лингшина Азии нет. Не могу сказать, что мне понравилось играть без Жуан Мэй, но есть как минимум две альтернативы. Пела стандартно режет защиту. Аста разгоняет команду и заливает атака, которая не будет лишним для рапы. В стандартном сетапе хочу подметить две спидранерские фишечки, которые очень хорошо работают на фри-ту-плее. Первое это конус «Танцуй, танцуй, танцуй» на ГГ. Во всех режимах у нас сейчас безумная энергетическая ротация, особенно в зеркале с псевдостойкостью. ГГ в этом положении может чуть ли не спамить своим ультимейтом, постоянно выигрывая ходы. Очень комфортная штука. Комбинируется это с равноценным обменом на галлахеры, которые будут либо заливать энергию в Жуан Мэй, либо в раппу, либо в ГГ, организуя нам ротацию удобных ультов. Мне немного жаль персонажа. Раппа очень напоминает Бутхила и Юн Ли. Сбалансированный, но очень сильный персонаж, который выходит прям мега не вовремя. В следующем баннере пропустившие готовят крутки для двух поломанных имп, а потом долгожданное воскресенье и фуга. Плюс до прохождения новой сюжетки аура исходящего кринжа от раппы сводит скулы, и я отлично могу понять отторжение большей части аудитории игры. Но мне персонаж зашел. Прям настолько, что на мейн аккаунт поедет только воскресенье. Если вы понимаете, о чем я. Если у вас нет Бутхила или Светлячка, но есть Жуан Мэй, дайте шанс раппе. Как минимум один мой друг уже повелся на восторге и остался крайне доволен. Но все же это не настолько универсальный вариант, как два других пробиватора. Имплантирование уязвимости крайне сильная механика. На мой взгляд, более сильная, чем игнорирование уязвимости от раппы. В своей нише набивания морды мнимой уязвимости она мощнее, чем БХ и Светлячок. Только вот за пределами этой зоны эффективность резко падает. Плюс у нас будет окно примерно в месяц длиной до выхода сами знаете кого. И вот насколько разработчики станут сетапить зеркало под ниндзю, непонятно. В любом случае, как минимум в чистом вымысле и иллюзии конца, она останется топовым персонажем. И по итогу я ни секунды не пожалел, что покрутил девочку. Раппа оставила исключительно приятные ощущения. До сих пор удивляюсь, что пришлось делать комплементарные видео. Хорошо, что обложки я теперь заказываю только после тестов. А то мем с зарянкой мне припоминают до сих пор. Напоминаю, что новые ролики бесплатно размещаются на Бусти. Не забывайте подписываться на Твич и Телегу, чтобы мы не потеряли друг друга. Спасибо за внимание и поддержку. Простая часть патча закончилась, и меня ждет повторное погружение в сюжетку. Снова слушать этот потрясающий рэп не хочется. Всем удачи в гачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok